Привет народ! Сегодня у нас очередная попытка создания медиа-центра на платформе Raspberry Pi 3 ревизии. Система, которая в этом поможет, носит название Moviant и уже успела зарекомендовать себя в разных интернетах. Выясним, так ли она хороша. Но вперед! Берем систему по ссылке, форматируем карту, заливаем образ, монтируем SD-шку в прибор. Процесс настройки довольно быстрый, и уже через несколько секунд мы оказываемся в довольно неприглядном интерфейсе. Но поверьте, это только для того, чтобы вас запутать. Функционала здесь предостаточно. Итак, пора бы ее немного настроить. Идем в Settings, Languages, выбираем нужный язык, затем в сетевые настройки и подключаем проводное соединение. Вновь AutoConnect срабатывает. Посмотрим, как система будет работать с локальными медиа-данными. Подключаем флешку. Посмотрим картинки. Неплохо, а как насчет музыки? Вроде запустилось, вот только звука нет. Но с чего бы ему быть, ведь CGU-E через динамики. Так что переключим аудио на аналог. Ну и разумеется, видочки посмотреть отсюда можно. С названиями, правда, косяк. Привет, народ. Итак, фактическая мощность Raspberry Pi довольно высока. Какой же отвратительный голос. Но это все игрушки. Пора бы перейти к чему-нибудь посерьезней. Что-нибудь для потокового видео. Мне лично, чтобы чувствовать себя комфортно, не помешает приложение YouTube. Ротора. Twitch. И какое-нибудь телевидение. Увы, но только приложение Peer's TV смогло показать наиболее стабильную работу. И как вы могли заметить, установка приложения мгновенная. Окей, посмотрим YouTube. И вновь нет заглавной страницы. Придется либо поиском пользоваться, либо по категориям лазить. С небольшими задержками, конечно, но перематывается и возобновляет показ программа довольно быстро. Теперь Twitch, и он по каким-то причинам не отвечает. Жаль, конечно, но прожить без него все-таки можно. А что же по Рутору? А по нему фильмы, которые можно смотреть не скачивая. Отлично, и перематывается даже быстрее, чем YouTube. Теперь зомбоящик, куча каналов и живые трансляции. Чем в свое время не блеснуло Коди. К счастью, меня интересует только один канал. Идеально. И как вы можете заметить, помимо прямого эфира, также имеется архив. Со всеми программами. На тот случай, если ваша бабушка пропустила серию любимого сериала. Ну и разумеется, удаляются плагины тоже без бубнов и довольно быстро. Конечно, функционал достойный. Но полноценный медиа-центр не может считаться таковым, не имея пульта дистанционного управления. К счастью, так же, как и в случае с OpenL, для Muvian имеется собственное ремоут-приложение. Качается оно из Google Play. Ссылку оставлю в описании. Как и сама Muvian, она тоже с дизайном особо не блещет. Но главное, чтобы работала. Для начала переподключим систему на Wi-Fi. Готово, теперь у нас есть ее IP. Ввожу его во вкладке Network подраздела Settings. Ремоут никак не сигнализирует, что подключен, но тем не менее, кнопки управления начинают работать. Все спокойно листается, включается и перематывается с ремоута. Однако минус, конечно, есть. Способа погасить систему из этого приложения я не нашел. Разными манипуляциями с кнопками можно вызвать системный лог и диспетчер задач. Но, к сожалению, не выключить систему. Таким образом, разумный способ выключить систему только один. Просто выдернуть адаптер из сети. По-прежнему остается актуальным вопрос. А каким образом система будет работать в полевых условиях? Либо постоянно включенной, либо постоянно дергать адаптер. Видимо, понять мне этого не суждено. Но так или иначе, немного иной, но все же медиа-центр из Raspberry Pi в очередной раз получился. Надеюсь, было интересно. До следующего раза. Продолжение следует...